Всем привет, друзья! С вами Абраменко Дмитрий и сегодня я вам покажу, как живет матрос на судне, на котором я сейчас работаю. Свою каюту я уже вам показал, поэтому есть с чем сравнить. Ну, в принципе, что сказать. Для меня каюта сейчас матроса, это просто идеальное, идеальные условия для сравнения, допустим, в которой я жил, когда был матросом. Самое главное, что здесь есть душ и туалет прямо в каюте, не нужно делить ни с кем, хотя деление туалета и душа на некоторых судах, да и в основном, это очень распространенная вещь. Как вы видите, это вот входная дверь, да, и если мы встанем с этой стороны, тогда открывается вид непосредственно каюты. Но с одной стороны сразу это у нас душевая туалет, да, и с другой стороны вы видите одну комнату, в принципе, немаленького размера, как бы для одного человека очень даже вполне такое приличное. Ну, конечно, как ни без этого, да, обшарпанная мебель немножко, но опять же, если взять ее перешить, да, вот как здесь сделали, видите, это уже человек перешил его, и можно сделать, в принципе, нормальный стульчик. Это вообще какой-то трон, я бы сказал, да, даже у меня такого нету стула. Посмотрите, какой он прикольный, да, по-любому. Где-то этот стул стоял сначала в другом месте, теперь он оказался в этой каюте. Ну, ладно, мы его оставим здесь, не будем никуда его забирать. Так, ну, очень такой приятный рабочий стол. В принципе, точно такой же и у меня в каюте, как бы не обделили человека, да, как бы для матроса это идеальный вариант. Телефон под рукой, да, здесь вот компьютер можно поставить, там, куча ящичков, которые можно использовать там по назначению, если вы там учитесь, какие-то документы там положите, или, в общем, всякую мелочёвку для того, чтобы не кидать всё в кучу, а так распределить всё идеально. С этой стороны вот сразу идёт кровать, и если вот посмотреть, то расстояние от стола до кровати как минимум метра, ну, метр восемьдесят два метра. На самом деле это достаточно много, я скажу, потому что раньше я, как бы, был на судне, где в таких вот каютах этот стол бы стоял бы где-то вот здесь, и до кровати было бы, ну, буквально там полметра. А здесь, в принципе, я же говорю, что можно и какими-то там физическими упражнениями позаниматься, да, там, и отжиматься можно, да, и там и пресс покачать такое. В общем, прикольно. Диванчик тоже, я бы сказал бы, что немаленький. Если так подумать, то человек метра два спокойно здесь ляжет, да, будет спокойно себе отдыхать. Когда качка бортовая, да, тогда можно спокойно здесь лечь, и ты уже не будешь, знаете, как крутиться по кровати. Так, ну, вот такой вот обзор с этого края, да, смотрите. Вот так вот. Не скажу, конечно, что большая, ну, для одного человека вполне пойдет. Освещение тоже, да, все хватает. Две лампы дневного света, кондиционер, или же дуйка, да, горячего воздуха. Если зима придет, уже немножко похолодает, и будет уже хорошо. Запас воды, я не знаю, здесь на месяцы, на месяцы. Вода, кстати, это бесплатно выдается на судне по стандартам MLC. Каждый месяц они обязаны нам предоставить один пак воды, то есть на полмесяца один пак воды, допустим, да, или два пака на месяц, или сейчас какие-то новые стандарты, может быть, даже один литр в день. Это нужно там читать, узнавать. Какой-то вон вентилятор, да, еще стоит там, или это дуйка, бог его знает. Ну, скорее всего, дуйка, потому что уже так не очень тепло на палубе. Поэтому скажу, что дуйка не помешает. Так, вот здесь, о-о-о, ничего себе, тут именно как уже как в танке. Закрытый иллюминатор с маленьким окошком. Что это? Зачем? Прикольно. Ну, вот видите, какой у нас матрос изобретательный, да? Сделал себе маленькое окошко и подглядывает, что там происходит. Блин, так тут такой крутой вид. Смотрите, да? Сразу с иллюминатора видно полностью вот трюм. Такой красивый обзор. Мы до сих пор стоим на якоре, поэтому сейчас вот такой закатик красивый. Можно понаблюдать. В общем, бог с этим закатиком. У нас сейчас обзор каюты. Ну, в общем, специально сделана такая вот накладка, да, из картона для того, чтобы когда там человек после вахты идет в каюту, чтобы оно ему не слепило глаза там, да, чтобы не попадали солнечные лучи. Это закрывается специально, чтобы сделать такой блок-аут, чтобы можно было хорошо поспать. Ну, такие шторки прикольные. Ну, в общем, что сказать? Каюта вообще не убитая. Прикольная, классная. Как бы все здесь есть для комфортной жизни. А теперь я вам покажу, где здесь туалет и душевая. Опять же, как вы видите, она одинаковая, как и у меня в каюте, да, так и в каюте, в которой меня поселили, когда я только сюда приехал в так называемую лоцманскую каюту. Эти все каюты, они, короче, одинаково спроектированы с душевой, там, с туалетом, для того, чтобы сэкономить немножко места. Я уже говорил еще в тех роликах, что стандарт для туалета не имеет значения, в какой каюте они его делают. Или это старпома, или капитана, или еще кого-то. В общем, все по стандарту, да. Точно такой же уголок, да, где душевая. Точно такие же шторки, точно такой же душ, точно такие же краники, да. В общем, все точно такое же. Поэтому особо здесь я останавливаться не буду. И на этом я закончу, наверное, с обзора каюты. Как вы увидели, каюта матроса достаточно приятная и можно спокойно здесь прожить и полгода, и даже 7-8 месяцев. Поэтому когда вы будете ехать на судно, если оно новое, допустим, там от 2011 года и стар, и моложе, то есть тогда вряд ли вы будете жить в каюте какой-то более хуже, чем это. Я думаю, что сейчас уже все суда, которые 2011-12 год, они уже все спроектированы по стандарту какому-то и каюты сейчас уже делают немножко больше и стараются людей уже отселять не по двое, не по трое, а по одному, потому как уже экипажи сокращенные. Ну и чтобы человеку хоть какое-то сделать комфорт, конечно, уже нужно всех селить по одному. Если, конечно же, ты смотришь этот видеоролик и еще не подписан на мой канал, пожалуйста, клацай субскрайб или подписаться, ставь лайк. Вопросы какие-то возникают, пиши под видео в комментариях. Ну а на сегодня все, ребята. Всем удачи, всем пока! Это офицерская столовая на нашем судне. Видите, кастрюльки, если кто-то не доел какую-то еду. Вот так выглядит камбус и рабочее место повара. Едать и сказал повару, чтобы он не завернул мою еду, и это я, конечно, сделал не зря, потому что вот она сейчас. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok